Здравствуйте! В эфире передача по факту. С нами сегодня военный эксперт Карен Бартанысян. Здравствуйте, Карен. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Я тоже благодарен за приглашение. Карен, утренняя новость номер один. Назначение бывшего омбудсмена Кристины Григория на должность главы службы внешней разведки. Как это понять? Все мы помним, что она и на должности омбудсмена не блеснула, скажем так. Ну, по-моему, это не новость, потому что о том, что она назначена руководителем новоиспеченной, новосозданной этой службы внешней разведки, это уже этой новости так сказать, в кавычках новости уже несколько месяцев, как минимум. На это многие не обратили внимания и воспринималось как шутка, как ирония у многих. Насколько я знаю, это не было шуткой. Кроме того, служба внешней разведки, по сути, создана для того, чтобы максимально ослабить службу национальной безопасности Армении, поскольку Никол Пашинян, несмотря на кадровый погром там устроенный в течение нескольких лет, да, в принципе, все время оттуда уходили кадры. Там была кадровая чехарда, менялось начальство все время. Если помните, еще был период, когда целых полгода не было там руководителя, а был временно исполняющий обязанности. Одним словом, политика Николы Пашиняна направлена на то, чтобы максимально ослабить СМБ. Это вызвано, я думаю, его подозрениями о связях СМБ с Россией, кадрового состава СМБ, о плотных связях. И, в принципе, поскольку Никол Пашинян давно уже взял курс на отрыв от России, то и воспринимает старое, скажем так, СМБ, старую гвардию СМБ, как прямую угрозу его планам. Именно поэтому, я считаю, была создана отдельная служба внешней разведки, чтобы построить ее уже в сотрудничестве с западными странами, с западом, да, и сделать что-то новое, что будет поддерживать уже его личные амбиции. Ну, Кристина, как опять же сообщалось, прошла переподготовку в Великобритании, то есть как раз в свете того, что вы сказали, вектор, видимо, будет резко и сразу изменен. Ну, вектор уже изменен еще в июне 21-го года. Я помню, Карен Байкарян, политолог, очень четко сформулировал то, что происходит. Это то, что Никол хочет сохранить власть, устроив геополитические стычки на территории Армении, и, в принципе, все идет именно в этом направлении, как он и предсказал. Карен вчера были задержаны и направлены в Азербайджан, в Баку, трое бывших президентов, бывших и последнего Арцаха, Давид Ишханян. Как сообщается, они находились на территории российского гарнизона, где им были даны гарантии безопасности. Как так получилось? Как вообще получилось, что ряд высокопоставленных чиновников задержан, арестован, Давид Бабаян и другие, а Самвел Бабаян и опять же Ижи с ними благополучно достигли Армении? Я не могу сказать, каким образом Самвел Бабаян вышел из Арцаха. Видимо, в азербайджанской стороне, в речи именно о конкретной его фигуре, в азербайджанской стороне, возможно, это в том числе было и выгодно. А что касается ареста высокопоставленных чиновников, можно сказать, государственных мужей Арцаха, то, как я понимаю, в принципе, предполагаю, что некоторые из них, возможно, смогли бы как-то добраться до Армении, до республики Армения, но их фактически шантажировали как бы выходом других людей. То есть, если бы они как-то там пытались сопротивляться или как-то пытались бы ускользнуть, то это имело бы последствия для тех жителей Арцаха, которые еще не успели оттуда выйти. Скорее всего, это следствие шантажа, что они пошли... Да, конечно, со стороны Азербайджана. Ну и, конечно, по сути, видно, что Россия бросила Карабах на произвол судьбы, несмотря на все подписанные тексты, заявления и так далее. Самых пророссийских своих, самых пророссийских... Да, в принципе, если так посмотреть, это очень важный момент, важный нюанс. И, конечно, жители Карабаха были именно самыми пророссийски настроенными... пророссийски настроенной частью армянского населения в регионе. Между тем, чиновники, о которых мы говорим, они с разницей в дни задержаны. Создается впечатление, что велись какие-то переговоры, возможно, не договорились, возможно, Азербайджан что-то хотел взамен, чего не получил. Я думаю, тут вопрос не переговоров, а тут вопрос условий, были поставлены условия, что вот столько-то человек выходит, кто-то там сдаётся и так далее. Я думаю, причина в этом. А как вы считаете, миротворцы не сумели, получается, спасти? Пытались? Смотрите, во-первых, давайте так, объективные и субъективные факторы. Объективный фактор – это то, что в том количестве, в котором они там были, порядка от двух до трёх тысяч человек, в таком количестве они просто физически не способны были защитить Арцах как военная сила. Когда вводились российские миротворцы, там была 20-тысячная армия обороны Карабаха. То есть физически по существу задачи, военные задачи решались именно армией обороны, а российские миротворцы должны были выполнять военно-политическую задачу. Но сокращение армии обороны Карабаха, которое было проведено по инициативе, фактически, Никола Пашиняна, и в котором участвовал в том числе и Арай Каруцюнян, всячески маскируя, кстати, то, что происходит. Были какие-то дурацкие заявления о том, что армия обороны Карабаха станет более мобильной и так далее, но на самом деле это было резкое сокращение именно живой силы, была выведена техника в большом количестве и так далее, и тому подобное. Фактически обескровили армию обороны Карабаха, и в данном случае российские миротворцы, как военный фактор, они особо там ничего и не могли сделать. Но и здесь вопрос, что очевидно, что Москва и Баку на фоне Демаршева из Еревана, Демаршев Никола Пашиняна из Еревана, предпочли договориться между собой, и по большому счету, вот это последнее азербайджанское нападение на Арцах, можно сказать, что было проведено под зонтиком полного консенсуса между Россией, Азербайджаном, Соединенными Штатами, Евросоюзом и в том числе и с Ереваном. А сейчас... Я извиняюсь, Никол Пашиняна не высказал никакого удивления по поводу этого нападения. Был крайне спокоен, рассуждал о том, что арцахцы спокойно могут остаться и жить на этой земле, и так далее, и тому подобное. Ну, как мы видим, реальность опровергла, в очередной раз опровергла то, что он сказал, при том в течение дней буквально. Ну, вот сейчас Азербайджан назначил коменданта Степанакерта, некий Саркис Галстян. Над кем он будет комендантить? Кто там остался? Что это за фигура? Как я понимаю, это был человек, который давно был завербован Азербайджаном, еще, скорее всего, в 90-х. И, по сути, был азербайджанским агентом. Сейчас он вдруг оказался там комендантом Степанакерта. Ну, это, я думал, вопрос месяцев, кто там останется, какой комендант. Сейчас там миссия, опять же, бесполезная, миссия европейская, приехавшая после всего того, что случилось. Достигнута договоренность с Францией после переговоров Катрин Колонны и Мирзояна, Папикяна на предмет предоставления оружия со стороны Франции. Что это может быть за оружие? Насколько оно будет полезно? Честно говоря, я бы пока не спешил давать какие-то комментарии по этому поводу, заявлений о каких-то там форматах сотрудников. В общем, все, что говорится в будущем времени этим режимом, 90% из этого, оно никогда не притворяется в жизнь, это раз. Во-вторых, вот именно в данной ситуации мировой, когда есть острый дефицит оружия во всем мире, и НАТОвского стандарта, и советско-российских стандартов, да, есть устроение хватка оружия. Потому что конфликт в Украине, он привел к... То есть были вынуждены там расконсервировать танки чуть ли не 1950-х годов, артиллерию даже 30-40-х годов и так далее, которая давно там валялась на складах, теперь это все приводится в чувство и гонится на фронт с обеих сторон. По всему миру пытаются там закупить оружие и российских стандартов, оружие, боеприпасы и НАТОвских. Одним словом, большой вопрос. Ну, предположим, получим французское что-то, я не знаю, что. Получим какие-то французские эти... Как это будет все обслуживаться? Будет ли обучение... Как будет обучаться? Мы помним, да, эти Су-30-е, которые с большой помпой, за огромные суммы закупил Николу Пашинян. Где эти Су-30-е? Что они сделали во время войны? Подготовлены ли экипажи вообще? И так далее и тому подобное. Там миллион вопросов, миллион нюансов. То есть это звучит... Да, мы договорились, что какая-то там страна будет поставлять оружие. Тот же вопрос там индийского оружия, да. То, что заявлялось, что Армения закупает, скажем, эти реактивные системы залпового огня, гаубицы и так далее. Это все какие-то новые модели, которые, кроме как в Индии, никуда более не поставлялись. Кроме как в индийскую армию. Есть большой вопрос вообще, в каких количествах поставлялись. Например, те же гаубицы, там последняя информация доступная. Это то, что они были поставлены в индийскую армию в количестве 12 единиц. То есть это совершенно непроверенное, тем более непроверенное в боевых условиях оружие. Как оно себя проявит в реальных боевых ситуациях в Армении, у меня такие большие вопросы. Как будут обеспечиваться поставки боеприпасов к этим РСЗО и гаубицам. Это непонятно. Через какие страны, по каким логистическим цепочкам. То есть вопросов очень много. Та же Украина, которая там все время заявляет, что там переходят на натовские стандарты и так далее. Но они все равно воюют в основном, опять же, старым советским и российским оружием. Ну, от российского однозначно придется отказаться, видимо. Знаете, заявлять, что мы отказываемся от чего-то и переходим к чему-то другому, это очень легко. Но это не так, что это так легко возможно. Это как заявить, что я выхожу замуж за принца. Знаете, принцы, они как-то не валяются на улице. И мало заявить, типа, я развожусь и выхожу замуж за принца. Нет, это как-то не работает. Это требует долгой подготовительной работы. И не факт, что получится. Вопрос в том, что все решения в вопросе безопасности Армении, они принимаются очень быстро. Они принимаются, ну, скажем так, не рассчитав, во что это может вылиться. А вполне возможно, если там немного более подозрительно ко всему этому подходить с подозрением, то, возможно, все эти решения принимаются именно для дальнейшего ослабления боеспособности армянских вооруженных сил. Потому что вся эта чехарда, и кадровая чехарда, и аресты высокопоставленных офицеров, и генералов, и вот эти, так, одним махом, да, увольнения, скажем, командного состава, целого корпуса, и так далее, и тому подобное. Все эти совершенно не систематизированные, без плана закупки вооружений, которые вообще непонятно, что доходят, что нет, в каком состоянии, там, обучение персонала, и так далее, и так далее. Это огромный, огромный, как бы, пласт вопросов, на которых никогда не бывает ответа. Это что-то вроде широко разрекламированного этого армянского спутника, реальных фотографий из которого мы так и не смогли увидеть. Мы не смогли увидеть ни одной фотографии Армении, сделанной этим спутником. Но на этот спутник потрачены миллионы долларов. А какое оружие, в первую очередь, нужно сегодня Армении? Сегодня Армении нужны, ну, в первую очередь, средства для быстрого перемещения войск. Это начиная с легковых, с машин высокой проходимости, бронемашин разного рода, и заканчивая небольшими грузовиками. Почему небольшими? Почему я говорю о машинах? Потому что вот в эру дронов перевозить личный состав на больших грузовиках, это очень опасно. И вот начиная со средств оперативной транспортировки личного состава, заканчивая артиллерией, желательно самоходной артиллерией, конечно же, средства ПВО, противовоздушной обороны, дроны как разведывательные, так и ударные, средства связи, и инженерные средства, но, вы знаете, говорить об этом сейчас, это немножко, ну, скажем так, смешно, да, или грустно. Потому что вспомню, что всего год назад широко рекламировалось, как добровольцы делают лопаты для рытья окоп, потому что лопат и кирок не хватало, да. Поэтому сейчас все эти разговоры о высоких сферах, там, о развитии армии, я думаю, даже не имеют смысла. Если есть там вопрос обеспечения элементарными инструментами, то говорить об остальном уже бессмысленно. Как вы считаете, Азербайджан-турецкий тандем удовлетворен? Нет, нет, а он не будет удовлетворен, пока хотя бы, не знаю, 100 тысяч армян живут вот на территории республики Армения. Я думаю, программа максимум Азербайджана и Турции, Баку и Анкары в том, чтобы полностью выдавить армянское присутствие в регионе. Армения без армян? Армения без армян? Нет, это уже не будет называться Армения, это будет называться какой-то там Анатолий или западным Азербайджаном, и да, они будут делать все, чтобы не было армян. Опыт Карабаха перед нашими глазами. За считанные дни, да. 5 числа встречаются Алиев и Пашинян, чего ожидать? Не знаю, надо готовиться к худшему. Пока Армения руководит, пока Армению на международной арене представляет Пашинян, ничего хорошего не будет. Я даже, то есть я заметил, да, люди пытаются сами себя обмануть какими-то надеждами, но всегда бывает даже хуже, чем самые пессимистичные предсказания. Надеяться на лучшее, готовиться к худшему. Ну, итог бывает, что бывает даже хуже, чем то худшее, которое мы представляли. Во всяком случае, я помню, как огромное количество людей еще 2-3 месяца назад утверждали, ну, что российские миротворцы до 25-го года в Карабахе, что армянское население типа хотя бы до 25-го года там останется и так далее. Гарантии какие-то. А по-вашему, что ж с миротворцами? Я не знаю, что с миротворцами, в любом случае, нас это уже как-то мало волнует. Наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам за интерес. И вам спасибо. Передача по факту завершена. С нами был военный эксперт Карен Вартанасиан. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok